МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Смоленщине подведены итоги профилактического мероприятия «Скорость». Водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только себя, но и окружающих людей. Если не верю, что у вас все получится, вы добьетесь успеха. Выпускники-медалисты на торжественном приеме у главы Десногорска. Губернатор Смоленской области Алексей Островский проведет свою прямую линию жителями региона и всеми заинтересованными лицами. Задать свой вопрос можно в социальной сети ВКонтакте, разместив его в группе «Островский в эфире» или отправив личным сообщением. Предлагаю 16 июля в 14 часов дня пообщаться на прямой линии в социальной сети ВКонтакте. Но для того, чтобы я охватил как можно большее количество вопросов, интересующих вас, предлагаю под этим постом размещать эти вопросы, писать их в том числе в личных сообщениях, чтобы 16 июля в 14 часов вы получили бы как можно более развернутую от меня информацию. Прогнозируется, что такая инициатива главы региона вызовет немалый интерес. 27 июня в Десногорском энергетическом колледже прошла государственная итоговая тестация выпускников 2019 года. Группа электромонтеров по техническому обслуживанию электростанций и сетей, в составе которой 15 выпускников, представила экзаменационной комиссией свои дипломные работы. Подробности далее. Выпускники энергетического колледжа – отлично подготовленные специалисты, которые умеют работать и добиваться успеха. Группа учащихся из 15 человек – 309М – подтвердила достойный уровень своих знаний. Свои дипломные работы молодые специалисты защищали предэкзаменационной комиссией, председателем которой был директор акционерного общества «Электроспецмонтаж» Сергей Печерица. Защита дипломных работ – это подведение итогов кропотливого труда учащихся. И ребята справились с поставленной задачей блестяще. Теперь они с гордостью займут достойное место в современном обществе. И это понятно. В стенах Десногорского энергетического колледжа созданы все необходимые условия для получения современного и достойного образования. Еще во время учебы ребята имеют возможность проходить практику на предприятии «Электроспецмонтаж». В жизни каждого человека наступает момент, когда он должен выбрать будущую профессию, которая принесет радость, удовлетворение и материальное благополучие. И выпускники Десногорского энергетического колледжа сделали свой выбор при поступлении. Теперь, окончив учебу, они получат на руки заслуженные дипломы и смогут обеспечить себя достойной заработной платы за интересный и важный труд. В последние годы тарифы за жилищно-коммунальные услуги в России изменялись раз в год. При этом не в сторону уменьшения. Нынешний, 2019 год, станет исключением. Тарифы ЖКХ повысят не один раз, а дважды. С нового года в связи с увеличением НДС с 18 до 20%. А с 1 июля, согласно традиционной дате для пересмотра расценок коммунальными службами. К примеру, в Смоленской области электричество подорожает на 1,1%. Теплоснабжение на 2%. Горячая и холодная вода на 2,2% и 3,3% соответственно. Это данные областной администрации. Чиновники сообщают, что планируемый рост вписывается в ранее принятую тарифную сетку и является средним по стране. Водители-пешеходы ежегодно гибнут и получают увечья на дорогах из-за несоблюдения правил дорожного движения. Пожалуй, самое частое нарушение – игнорирование скоростного ограничения. Чем закончилось профилактическое мероприятие «Скорость», которое провели сотрудники ГИБДД на Смоленщине, смотрите далее. За неделю наблюдений 17 по 23 июня сотрудники Смоленского ГИБДД выявили более 1200 случаев пренебрежения установленным скоростным режимом. На Смоленских федеральных трассах самым частым нарушением оказалось превышение максимально допустимой скорости на 20-40 км в час. Такие вольности позволяют себе подавляющее большинство водителей, а некоторые и вовсе летают на дорогах. 11 случаев превышения лимита более чем на 60 км в час. К сожалению, немногие водители знают, что превышение скорости в реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному вырушиванию времени. Не стоит также забывать, что водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только себя, но и окружающих людей. Соблюдение дисциплины – задача, которая на совести у каждого участника дорожного движения. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ Программа по запрету продажи табака школьникам идется в России вот уже 20 лет. Но, к сожалению, иногда прилагаемые усилия совершенно напрасны. По статистике, в 2019 году каждая пятая пачка сигарет продается из-под полы несовершеннолетним. Безотказных продавцов делают сигареты доступным для подростков, что напрямую провоцирует рост курения в регионе. Согласно исследованиям, на Смоленщине 8 из 10 торговых точек нелегально продают табачные изделия школьникам и не интересуются возрастом покупателей. Активисты призывают активизироваться правоохранительные органы и пресекать сбыт отравы подрастающему поколению. Некоторые россияне заправляют свои автомобили по 28 рублей за литр, что значительно ниже привычных цен. Но похвастаться такой экономией могут только жители приграничных с Казахстаном районов России. На казахстанских заправках цены на топливо российских компаний действительно низкие. АИ-95 стоит около 170 тенге за литр. Это в районе 28 рублей. Для сравнения, в Екатеринбурге или Смоленске стоимость 95 бензина – около 45 рублей за литр. Эксперты считают, что несмотря на одинаковую стоимость сырья, в такой большой разнице цен виноваты акцизы. Стоимость топлива на российских АЗС на долю налогов сейчас приходится около 70% от финального ценника. Отзвинили последние звонки для выпускников 2019 года, и ребята готовятся к вступлению во взрослую жизнь. По традиции ученики, которые смогли достичь высоких результатов в учебе, приглашаются в городскую администрацию для торжественного вручения медалей. Подробности далее. В сотне страниц учебников бесконечное количество заданий и регулярные экзамены – таков тернистый путь школьника длиной в 11 лет. Для кого-то это время – просто этап на жизненном пути, а для некоторых – надежный и основательный фундамент для будущей карьеры. 27 июня в администрации Десногорска собрались выпускники-медалисты городских школ. Если я не верю, что у вас все получится, вы добьетесь успехов, станете достойными гражданами России. Пусть у вас и дальше все будет, но отлично, как говорится, в добрый путь. Церемонию награждения провели глава Десногорска Андрей Шубин, заместитель главы Александр Новиков и председатель комитета по образованию Татьяна Токарева. Выпускникам-медалистам были вручены медали за особые успехи в учении и памятный адрес главы муниципального образования города Десногорск. Конечно, роль родителей – одна из ключевых составляющих успеха. Без должного воспитания характера и принципов стремительный успех навряд ли будет возможен. Нынешний день у этих семей теперь навсегда останется как ступень на жизненном пути, которая была успешно пройдена. Церемония закончилась традиционной подписью медалистов в книге почетных выпускников. В этот день это право было у десяти умниц и умников Десногорска. Олег Соловьев, Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Хэппи-эндом окончились злоключения косаток и белух, которых удерживали в так называемой китовой тюрьме в Приморье. Громкая история началась в середине июня, когда суд Владивостока оштрафовал на 55 миллионов рублей очередную компанию отловщика косаток и белух. Организация была уличена в нарушении прав рыболовства. После этого животных начали выгружать из китовой тюрьмы и готовить к возвращению в естественную среду обитания. И вот на свободу были отпущены две косатки и шесть белух. Перед этим ветеринары взяли все необходимые анализы и разместили спутниковые метки, позволяющие отслеживать их местоположение. Сперва животные ожидаемо нервничали и несколько часов держались около берега, но затем уплыли в Сахалинский залив. И коротко о погоде. 2 июля в Десногорске малооблачно возможен дождь. Температура днем плюс 23, ночью плюс 18. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч!